алое вера гель это очень крутое косметическое средство которое особенно помогает поддерживать уровень увлажненности кожи в летнее время года если наносить алое гель на кожу лица и тело после похода на пляж он будет активно увлажнять кожу снимать красноту воспаление и успокаивать ее и такое действие вы получите если приготовите алое гель по нашему рецепту ведь мы добавили в него натуральные полисахариды и большое количество д-пантенола а загустили мы данный гель с помощью натурального загустителя на основе целлюлозы с пробиотиком такие компоненты вы вряд ли найдете в промышленных косметических средствах с вами елена канал косметическая кухня бьюр и сейчас я научу вас готовить самый лучший в мире алое вера гель а пока я это делаю обязательно нажимайте лайк данному видео уроку а также подписывайтесь на канал если вы еще не с нами и в таком случае вы не пропустите ни один интересный видео урок и сейчас я начинаю приготовление на моем столе вы видите небольшой набор компонентов купить которые можно в интернет магазине бьюр доставка по украине и другие страны мира а полный рецепт с процентами ввода вы можете найти в описании к данному видео уроку приготовить алое гель будет несложно главное следуйте моим указаниям и сначала я хочу взять чистый естественно простерилизованный стаканчик и добавить в него компоненты из фазы номер 2 которая написана в описании к видео уроку а именно пентиленгликоль в количестве 2 процента который служит увлажняющей добавкой и растворителем для консерванта и ароматизатора затем я добавляю консервант эуксил пе 90 10 которого я ввожу 0,7 процента если вы хотите заменить консервант пожалуйста делайте это но главное следить за ph готового алое геля в конце приготовления о том как правильно заменять активы в рецептуре и мы рассказывали в статье блога бьюр а также сняли специальные видео пословие о замене компонентов и затем в данную смесь и я хочу добавить буквально пару капель бленда лаванда и чайное дерево данный бленд придаст готовому алое вера гелю приятный травяной аромат вы же в свою очередь можете заменить бленд на другой вид или на отдушку затем я перемешивал все эти три компонента друг с другом до их полного растворения напоминаю что пентиленгликоль будет служить соли-биализатором то есть растворителем для жирорастворимого консерванта и бленда после того как мы все компоненты тщательно размешали я беру стаканчик заранее подготовленным количеством необходимой мне дистиллированной воды и эту воду я разогрела до температуры около 60-70 градусов цельсия я наливаю ее в данную смесь после чего все компоненты прекрасно растворяются в воде и не образуются никакие жирные капельки если же воду не нагреть или не ввести соли-биализатор а именно пентиленгликоль в данную рецептуру консервант с блендом попросту не растворяться в воде и будут плавать жирные капельки что такое соли-биализаторы или как растворить масло в воде я рассказывала в другом видео уроке ссылочку ищите в углу экрана и в описании к данному видео после того как данная смесь остыла до температуры около 40 градусов цельсия я хочу ввести алое вера концентрат это органический концентрированный порошок из алое и ввожу я его всего лишь 0,5 процента на это максимально допустимая дозировка вода для активного действия алое после чего мне необходимо размешать данный порошок в воде до растворения он очень легко растворяется теплая вода я хочу уточнить что данный порошок имеет особенность опускать ph готового средства именно поэтому в данную рецептуру для балансировки окончательного ph я хочу ввести 0,1 процента порошка л-аргинина с помощью него мы немножко повысим ph данного раствора и после того как порошки растворились я хочу ввести 3 процента д-пантенола который увлажняет и успокаивает кожу оказывая противовоспалительное действие и затем я введу 5 процентов жидкого фукогеля это натуральный полисахарид для мощного увлажнения кожи который дополнительно оказывает нейро успокаивающий эффект и регулирует воспалительные процессы в коже такое сочетание всех компонентов обеспечивает коже сильную поддержку восстанавливая ее увлажненность и затем после растворения всех компонентов я хочу добавить последний ингредиент именно натуральный загуститель под названием пребиолин c90 который содержит в своем составе пребиотик и ввожу я его полтора процента при работе с пребиолином важно добавлять его в теплую или горячую воду и постоянно перемешивать тогда он растворяется легко и быстро хочу напомнить что температура моей воды около 40 градусов цельсия поэтому буквально парочку вжиков миксером и пребиолин на глазах начинает растворяться и образовывать гель я продолжу его размешивание с помощью миксера также можно его размешивать на магнитной мешалке или если у вас нет никакого инвентаря тогда вооружайтесь обычной палочкой и размешивайте размешивайте и размешивать до тех пор пока у вас не образуется однородный гель после полного растворения геля образователя у меня получилась вот такая вот текстура геля он не очень плотный но при этом очень приятный при нанесении если вы хотите получить более плотный гель когда вводите загуститель пребиолин на уровне 2 процента также хочу уточнить что ph получившегося геля должен вас варьироваться в пределах от 6 до 6 5 если вы полностью повторяете мой рецепт если же вы что-то заменяете тогда измеряйте кистотность и корректируйте ph до необходимого вам уровня как приготовить корректировочные растворы для понижения или повышения пиаш смотрите в моем другом видео уроке ссылочку вы видите в углу экрана а также в описании к данному видео такой рецепт алоэ геля мой незаменимый помощник в любое время года и всегда находится в моей косметичке обязательно пробуйте его приготовить а также переходите к просмотру других обучающих и видео уроков а мы с вами встретимся уже на следующей неделе а